Добрый день! Здравствуйте, ребята! Приветствую всех после летних каникул. Телефончики мы с столов убираем, они нам не нужны. Мы будем пользоваться своими знаниями, и думаю, у нас всё получится. К тому, что гаджетам на уроках не место, ульяновские школьники уже привыкли. Против их использования во время уроков выступало Министерство просвещения. Того же требовали и санитарные правила, и нормы. Ограничить использование учениками телефонов в школах пытаются уже давно. С 2021 года школьникам нельзя использовать телефоны и планшеты в качестве образовательных материалов. Маленький текст может испортить зрение. Дело не только во вреде здоровью. В наши дни средства связи часто используются совсем не по прямому назначению, и даже не в целях образования, а только отвлекают ребёнка от учёбы. На уроках использовать средства мобильной связи нельзя. Нельзя, потому что дети отвлекаются. Нельзя, потому что телефон подключен к интернету, и это дополнительные источники знаний. Не тех, которые в учебнике, и не тех, которые в головах детей. В каждой из школ хранение телефонов организовано по-разному. Единого стандарта нет. Где-то существуют даже специальные ячейки. В них ученики могут оставлять свои гаджеты перед началом урока. Но чаще всего мобильники просто переводят в беззвучный режим и убирают в карманы. У нас нет ящиков, в которые убираются телефоны. Телефон хозяин этого телефона убирает в портфель, в карман. Телефон не находится на столе и не провоцирует ребёнка на нарушение правил. Как быть, если связаться с ребёнком всё-таки нужно? На этот случай у родителей должны быть номера педагогов, завучей и директора. Получить их они могут во время собраний. А для неэкстренных случаев существуют перемены. Конечно, ребята могут пользоваться телефоном для оперативной связи с родителями, например, во время перемены, между сменой учебной, урочной и внеурочной деятельности. С родителями – ясно. А как быть детям, особенно младшеклассникам, которые с телефоном свыклись с самых малых лет? Не станет ли для них стрессом такой принудительный диджитал-детокс? Если у ребёнка есть какие-то сложности в отделении от родителя, то, конечно, это может быть определённым стрессом. Но, опять же-таки, ребёнка можно подготовить к тому, что какое-то время младшеклассник сидит на уроке, он слушает учителя, но есть перемены, и на перемене он каким-то образом уже может связаться с родителем. То есть все эти вопросы фактически они решают. В этом году Министерством просвещения Российской Федерации был создан Всероссийский родительский комитет. В дальнейшем, по задумке, он должен упростить взаимодействие родителей и педагогов в решении подобных спорных вопросов. Антон Кузьмин, Сергей Рябухин, Бахтиер Султанов, репортер 73.